Учитывая сложившуюся ситуацию, а это касается преддверий изменения тарифов, я хочу именно подчеркнуть что-то изменение или приведение в соответствии с Вашим разрешением через средства массовой информации обратиться к средствам массовой информации для того, чтобы на будущее они более корректно и тщательно подбирали выражение, когда озвучивают что-либо касающееся тарифа. Почему это затрагивает? Потому что я еще являюсь руководительной общественной организацией, там есть определенное количество, не определенное, а большинство количества людей, которые преклонны возраст, а их всегда это очень беспокоит. То есть людям нужно говорить о том, что мы тарифы приводим в соответствие. А в соответствии мы приводимся здесь чем? Поднялась стоимость электроэнергии. В расходах у Лори-Инженерника и Аппо-канала это от 30 до 35% расход. Поэтому вы знаете о том, что в ноябре прошлого года оно чуть ли не в три раза выросло стоимость электроэнергии. Естественно, наш тариф должен был увеличиться на 10%. В последние два года три раза увеличилась минимальная заработная плата работников в реальном секторе, как нас называют. Увеличилась стройность строительных материалов, увеличилась стоимость топлива. То есть то, чем люди все пользуются. Они понимают, что это каким-то образом должно было отразиться в определенной степени. Поэтому просто бросать фразу о том, что в Бельцах на 100% увеличится вода, это неправильно. Она может увеличиться на 75%, на 85%, в зависимости от того, как Андрей примет наши расходы. И никто там не позволяет себе. Мы годами добиваемся, в отличие от нефтяников или других, как я их называю, изменения тарифов. Чуть ли не еженедельно. А мы годами добиваемся. И самое главное хочу сказать, что те потери, которые есть в сетях из-за изношенностей, практически никак не отражаются на гражданах, то есть на тарифе. На гражданах отражается только расход. Это заработная плата людей, электроэнергия, машины и, самое главное, материалы. Поэтому до людей, давайте будем с вами контактировать, до граждан доносить реальную ситуацию. А не просто бросаться фразами, в Бельцах увеличится. Уже вся страна знает о том, что в Бельцах на 100% увеличится вода. Но не увеличится на 100%. Во-первых, у нас дифференцированный тариф. То есть для населения один тариф, для экономических агентов другой. Причина этого. Потому что, не просто потому, что это дискриминация. Дело в том, что экономические агенты больше изнашивают сети, чем физические лица. Потому что у них есть вредные вещества, механические воздействия и все остальное. То есть людям нужно это говорить. И если у нас изменится тариф, то у людей, допустим, это изменится на 5 лет, а у предприятия на 15 лет, то все равно будет дифференцированный тариф. Поэтому, возвращаясь, прошу средства массовой информации более корректно будет. Потому что в прошлой неделе вот такая была. Мы вместо того, чтобы работать, мы отбивались и объясняли людям. Давайте какой-то там информационный бюллетен, давайте сделаем круглый стол, пригласим активистов, как вот Апоканал сегодня делать, чтобы людям разъяснить. Потому что большинство населения еще в силу своего несоответствия образования, они все понимают все эти нюансы. Вот все, вот вода течет, мы будем за нее платить. Не платят люди за то, что тарифы включаются, естественно, и потеют. Люди платят только за реальные расходы. Я извиняюсь, что с самого начала нашего совещания к этому вернулся, но потому что неделю все кипело, и я понимаю, что воздушный шар надувается, и никто из, опять-таки, средств массовой фразы не обещает. Раньше это как-то было. Какие-то изменения к нам приходили. Дайте объяснение. Мы тогда уже выйдем к людям и объясним, что происходит. Спасибо. Я здесь буду на стороне декчан. У вас повышается тариф, платить людям надо будет. Я согласен с тем, что людям надо объяснять. Поэтому, пожалуйста, объясняйте. Было бы нормально, чтобы вы объясняли. Никого заставить мы из СМИ не можем объяснять. Как вы, как я поканал, пожалуйста, объясняйте, что вот у нас тариф. Я вам могу одно пообещать. Люди, конечно же, платить будут. Куда же мы все денемся? То есть, как бы, НРЭ утвердит тариф и утвердит его. Но, вот обещать могу точно одно. И здесь вы должны быть к этому готовы. Как вы, так и нам поканал. Что, если у вас заложено, там, не знаю, 5, 10, 25 бонус в тарифе, я имею в виду, на кубку, заложено инвестиции в трубы или еще в СМИ, то мы хотим знать, куда пошли 25 бонус. Из 20 бонус мы хотим знать, куда пошли 25 или 10. И это будет правильно. И будет правильно, чтобы вы это всем объясняли. Чтобы у людей не было вопросов, почему у директора предприятия такая зарплата, почему руководящий аппарат предприятия ездит на таких машинах. Потому что они все знают, что они платят за то, что вы делаете. Вы делаете свою работу, все правильно, правильно, нужно. Так же придется объяснять, так же, как и мы здесь все объясняем. Люди, когда встречают меня на улице, об меня спрашивают, они не спрашивают у вас, они меня спрашивают. Правильно, что меня спрашивают?